Сегодняшняя тема Я заранее, таким образом, отвечаю на вопросы, которые у нас очень любят задавать комментаторы, типа, кто вам, Бильжа, за это платит? Единственное, что было не совсем чисто в моем взгляде на увиденное, это симпатия и уважение к Евгению Ройзману. Сложившаяся заочно, до встречи с ним, и окрепшая при встрече очной. Но я давно сложился как личность, без пафоса, чтобы этот факт мог бы мне помешать в оценке увиденного и не быть объективным. А в фонде мне показывали все. И в реабилитационном центре показывали тоже все. Ройзман сказал, показывайте Бильжа все. С пациентами я разговаривал один. За моей спиной никто не стоял. И говорил я о чем хотел, и о том, о чем считал нужным говорить. Докладываю. Может быть, это будет интересно исследователям. Мнение профессионала. Если они, следователи, хотят вообще услышать мнение профессионала, а не выполняют чей-то непрофессиональный заказ. Если они, следователи, вообще чего-то хотят, кроме одного, разрушить созданное годами человеком, который не преклонен в своем желании помочь тем, кому помочь очень трудно и в помощи кому много раз отказывали все. Помочь тем, у кого остался один, последний шанс спастись. А Ройзман спас очень много и много молодых жизней. Большинство сотрудников фонда «Город без наркотиков» — это, как раз, эти самые спасенные молодые люди. Со жгутами вместо вен в локтевом сгибе от чудовищных и бесконечных воспалительных процессов. Я видел парня, который по этой причине чуть не потерял руку. И благодаря Ройзману руку сохранил. Этой рукой на компьютере он показывал мне фотографии тех, кому помогли и кто живет сейчас нормальной человеческой жизнью. Не все. Выборочно. Архив у Ройзмана гигантский. Показывали только самые уникальные случаи. К счастью, у Ройзмана все задокументировано. Вспомнилась. Одна старая психиатриса в больнице имени П.П. Кащенко, где я начинал работать несколько десятилетий назад, сказала мне, «Запомните, дорогой, история болезни пишется не для больного, а исключительно для следователя. Если с больным что-то случится, вас привлекут к ответственности, и единственным документом, который сможет вам помочь, будет эта самая история болезни. Ничего не изменилось. Я видел в реабилитационном центре часовню и баню, построенные руками реабилитантов. Кто-то из пациентов спокойно передвигался по центру. Кто-то мог выходить за его пределы. А кто-то находился под надзором. Именно так устроена любая классическая психиатрическая больница. Я знаю, что первым этапом лечения наркоманов является жесткая их изоляция от источника наркотиков. Именно жесткая. Ибо это и есть истинный, а не ложный гуманизм. Многие бывшие наркоманы, почитайте, поинтересуйтесь, сами приковывали себя наручниками к батарее и выбрасывали ключи от наручников, понимая, что это единственный способ спастись от смерти от наркотиков. От зависимости от них. Это те, кто не потерял рассудок и у кого сохранились остатки силы воли. А эта болезнь разрушает силу воли напрочь. Какие претензии могут быть к человеку, живущему по принципу, если не я, то кто? К человеку, который не сидя в кабинете с бумагами, а собственными глазами видит масштаб бедствия. Который не щадит ни себя, ни своего времени, ни своих денег, и отдается борьбе со злом без остатка. В государстве, которое только говорит о борьбе с наркомафией и наркоманией, говорит, 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 но ничего не делает. Недостаточно сделать постер с лицом Путина и вопросом, пацаны, вам это надо. Это не борьба и не лечение, а чистая профанация. Ройзман рассказал мне, что до того, как он занялся созданием фонда «Город без наркотиков», он не представлял себе масштаб бедствия. Пока не увидел трупы детей на обочине дороги. При мне Ройзману звонили на мобильный телефон отчаявшиеся родители с просьбой помочь. Ройзман рассказал мне о появившемся относительно недавно новом наркотике, поступающем в виде концентрированного геля, под видом геля для ванн, которые потом разбавляют водой и опыляют им все, что хотят. И нюхают. Ужас заключается в том, что продают этот наркотик около школ. Зависимость возникает моментально. Ройзман противостоит всему этому ужасу. А вы, вы, официальные государственные органы, получающие немалые зарплаты, у вас ведь тоже есть глаза. У Ройзмана в реабилитационном центре не все идеально. Но вы-то где? Вы обязаны помогать, а не мешать. А видели ли вы, господа депутаты, чиновники, следователи, государственные, городские и районные больницы, общего профиля, и областные и психиатрические больницы, вы там лечите своих детей, или в другом месте. В этих больницах люди умирают из-за нехватки лекарств, ошибки врачей, нехватки времени у врачей, и так далее, и тому подобное. Да, в больницах умирают. Да, наркоманы умирают. Да, надо расследовать каждый случай конкретно. Но не вредить. Это главный медицинский принцип, не навреди. И главный человеческий. Если преследование Евгения Ройзмана и фонда «Город без наркотиков» будет продолжаться, я хотел бы предложить создать независимую комиссию, куда могли бы войти врачи общего профиля, психиатры и наркологи. Я готов. На этот раз подпишу свой текст по-другому. Вот так. Бильжи Андрей Георгиевич, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Будьте здоровы и держите себя в руках. Фотовикай.ком Фотовикай.ком